здравствуйте господа здравствуйте да это опять я снимаем сейчас в неочередное видео по какому поводу сейчас вот просматриваю интернет там объявления и так далее пошло активное чесалова про якобы бомбовскую курицу типа доминант да действительно таких роз еще существуют это якобы все это дело разработали чехи ну кто занимается этой рекламой но обычно это москва все что кончается на он как правило плывет плывет нам из москвы значит что я хочу рассказать и показать свое время когда только-только появилась информация это в интернете о породах то есть не о породах окросах гибридах доминант я этим заинтересовался но как практик я прежде всего искал информацию о содержании кормлении яйценоскости и так далее все что мне нужно для нормальной работы такую информацию я нашел значит вот она у меня вот она меня хорошо видно здесь все это все мы выложим в группе вконтакте сейчас я буду об этом говорить и буду как бы выделять отдельные моменты чтобы люди могли обратить на это внимание особое уделить внимание отдельным моментом выращивания кормления содержание этой птицы ее яйценоскости и так далее чтобы сделали правильные выводы то есть начинаем характерные признаки параметров продуктивности гибридов период выращивания 0 18 недель с 0 до 18 недель это ведет длится период выращивания значит масса на 18 неделях курочка вот здесь я подчеркиваю кило 500 масса на 18 неделях петух 2 килограмма 100 период яйцекладки период яйцекладки этой птицы длится от 20 до 78 недель вот это я обведу прямо о чем это говорит что период яйцекладки длится 58 недель точно так же как у кроссов которые используют наши птицы фабрики это ломан браун хайсекс браун и так далее ничем не отличается абсолютно яйценоскость 23 недели яйценоскость 23 недели достигает 50 процентов всего в 23 недели максимум яйценоскости это 29 30 неделя это 92 процента это максимальная яйценоскость 29 по 30 неделю средняя достигаемая масса яиц 306 штук средний вес яйца 62 с половиной грамма подчеркиваю расход корма на голову в день 122 грамма общая яйцемасса на одну курицу вот это очень интересный параметр общая яйцемасса на одну курицу 19,1 грамма то есть значит масса яйца средний вес яйца 62 с половиной грамма вот я на калькулятор и сейчас это считаю 62,5 грамма делим на среднюю массу яйца на одну курицу то есть 19,1 грамма и одну десятую грамма равно получается 327 то есть это говорит о том что в среднем то есть в пике яйцекладки она выдает 92 процента в начале яйцекладки на выдает 50 процентов и дальше пошел спад по яйценоскости то есть в среднем она вам выдаст яйца 1 в 3 дня вот это вот вот этот параметр весьма интересный я вот тут еще поставлю галочку обратите на него внимание масса курочек при выгрузке в 78 недель то есть 78 недель чехи избавляются от этой курочки потому что продуктивность его упала про самый небогой и масса этой курочки у них достигает 78 недель то есть в 11 с половиной примерно месяцев два килограмма 150 граммов вот тоже тут поставил галочку и вот так вот обвел ну тут цвета скорлупы и так далее значит суточные цыплята сексируются по цвету оперения у программ доминант бурый d102 d192 доминант черный d109 d149 голубой d107 то есть здесь можно в суточном возрасте у этих доминантов разобрать сразу курочку и петуха проблем особых нет просто по цвету а вот уже у доминантов су секса крапчатого и янтарного сексируются только по скорости оперения кто владеет этой методикой естественно сможет разобрать кто не владеет будет выращивать петуха пошли дальше основные животноводческие параметры коричневые гибридных продуктивный гибридов доминант cz но здесь приблизительный расход корма ну здесь увидите что перевод немножко корявый потому как это переводили чехии на русский язык вместо расхода корма написано корка вот плотность занятости кормовое пространство все то же самое что применяется нашими птицефабриками при выращивании хай секса у ломан брауна и вот эти гибридов которыми на которых работают наши российские птицефабрики вот здесь же дальше идет какое водопольное пространство температура на уровне цыплят пишут ну тут температура должна быть на уровне тоже все те же самые параметры ничем не отличаются программа освещения птичника тоже ничем не отличается график светового режима ничем не отличается программа кормления тоже ничем не отличает ну вот как мы видим опять же программа кормления вот здесь я ее обведу чтобы на нее обратили внимание люди то есть программа кормления такая же точно как при выращивании в промышленном производстве наших то есть не наших той птицы которые используют своей работе наши птицы фабрики то есть 0 до 4 недели стартовый комбикорм с 5 до 10 недель для цыплят до 10 недель комбикорм с 11 18 для ремонта до 18 недель комбикорм и потом пошел комбикорм для яйцекладки сначала первый потом второй здесь вместо климата написано климатизация но это переводили чехи на русский язык вентиляцию нужно какую нужно обеспечить вентиляцию температуру в зале и вот здесь такой параметр вместо падения на падение написано температуры на длительное время ниже 15 градусов и выше 30 градусов влияет на качество и уровень продукции яйца то есть о чем это говорит это говорит о том что в домашних условиях эта птица выдавать то количество яйца которое у нее заявлено попросту не будет либо вам нужно будет создавать ей идеальные условия то есть то же самое что делается у нас на птицефабриках созданы идеальные условия при которых птица несется если вы сможете создать у у себя дома такие условия то вполне возможно что эта птица и будет выдавать вам то яйцо которое ее заявлено если вы не сможете рассчитывать на очень хорошую яйценоскость попросту не приходится впереди мы тут говорили по массе кур значит масса кур этих доминантов при выращивании приблизительно такая же как тех же самых ломан брауна хай секса и других гибридов на которых работают наши птицефабрики ну дальше идет вакцинация перемещение цыплят из птичника для ремонта в птичник для яйцекладки как это все нужно делать то есть заморочек очень много для личного подсобного хозяйства и для тех людей которые держат небольшую массу птицы чисто для себя вот это все но все равно что вы купите попросту нашу красненькую хай секса ломан брауна поддержите ее там сколько пока на яичко несет и либо съедите либо у кого-то она погибнет своей смертью контроль и вот теперь потребность питательных веществах и энергии при выращивании содержание гибридного стада домина значит и тут расклад полный сколько нужно протеина минеральных веществ аминокислот витаминов микроэлементов на комбикон по комбикон то есть опять же чтобы она у вас прекрасно неслась дома хотя бы не прекрасно а более-менее нормально вам придется кормить ее комбикормами то есть если вы посадите на свой корм и не сможете создать вот этих параметров этого кума естественно яйцекладка яйценоскость упадет вот как бы я не вижу смысла конечно если эту птицу будут продавать дешевле чем продают наши птицефабрики того же ломан брауна подрощенного того же хайсекса либо цыпленка либо еще если она будет дешевле да ну стоит ее купить если это дороже то смысла это вообще никакого не имеет покупать переплачивать за цвет пера и вот сейчас по нашему краю вот в течение пяти лет у меня уже эта информация есть по доминант и вот я смотрю что в течение пяти лет по крайней мере те птицефабрики на которых которые я знаю у нас по краю никто не ломанулся переводиться на этого доминанта серого как работали так и работают на хайсексе ломан брауни или другие гибридах на которых они работают значит для них я делаю вывод смысла переводиться на этого доминанта попросту нет посмотрим сейчас вот в интернете вот выложены вот эти фотографии ну что мы здесь видим вот они гибриды породы доминанда здесь можно просто набрать куры гибридов доминант фото и посмотреть то есть ну вот вы видим вот он доминант бурый d102 это попросту ломан брау вот и так далее то есть мы смотрим вот что да тут еще один момент вот это все весьма похоже на простую домашнюю помесь которая вот у нас по крайней мере в краснодарском крае подобная птица бегает у каждой бабушки в огороде и тут как бы при покупке когда вам на рынке говорят что это доминант здесь попросту может быть жульничество каким образом собрав яйцо по дворам проинкубировал раскидав их по цветам их можно спокойненько впаривать под доминанта так что будьте предельно осторожны при покупке вот и все пока у меня все до свидания будьте внимательны пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал